привет сегодня у меня такое быстрое видео видео будет с использованием нескольких приборов то есть будет тарталетница большая тарталетница средняя и суповарочка то есть я сегодня хочу сделать суп в тарталетницах тарталетница будут из обычного хлебного теста тесто на пиццу который идет 330 грамм муки 225 грамм воды чайная ложка соли чайная ложка дрожжей растительное оливковое масло все это делаю в хлебопечке на режиме теста или пицца вот 20 минут или 45 минут тесто у меня готова то есть я его приготовила заранее чтобы не тратить время на это сейчас я сварю супчик супчик у меня будет из заморозки брокколи шпинат картофель с добавлением буквально чуть-чуть я добавлю сыра творожного чтобы как бы смягчить можно добавить сливки можно не добавлять ничего оставить только овощной вот этот вот бульончик и подавать буду в тарталетках на эту идею как бы меня навели такие мысли у нас городе открылась ну не знаю как кафе бестро как бы перекусочная закусочная суп в стаканчиках мы попробовали довольно таки вкусно стаканчики конечно очень большие там есть нюансы где можно крышечку срезать вверх да и супчик можно тоже чуть-чуть модернизировать в тот же самый грибной можно добавить сливочки сырный добавить можно паприку в общем кто что любит добавочки но идея хорошая именно перекус на бегу на ходу челябинцам рекомендую туда сходить принципе очень удобно не надо ни ложек ничего выпил откусил поехал дальше стаканчик конечно весь не съедается он очень такой большой крупненький но но это интересно это на самом деле интересная идея это сытно это вкусно это быстро и сегодня я решилась тоже сделать типа такого же как бы в тарталетницах я подавала салатик подавала там всякие десертики в круптовый салатик обычный салатик а вот сегодня я решила попробовать супчик то есть покажу как в эти тарталет очки мы будем сервировать этот супчик в принципе ничего сложного тарталетки можно испечь и в обычной духовке то есть взять форму перевернуть тесто на них одеть запечь таким же образом и все поэтому это все будет очень быстро но при наличии тарталетницы естественно мне это сделать проще в них поэтому я сделала в тарталетницах а уж если кому-то идея это будет интересно тот может придумать хоть что потому что все знаете суп который подают в хлебе в круглом или в квадратном то есть подают жирный наваристый мясной суп очень вкусно хлеб пропитывается но я думаю что все равно ради эксперимента все делали это блюдо это очень интересно его очень интересно подавать гостям очень интересно просто дома можно булочки хлеб сделать в общем все это пробовали все это делали это все уже давно наша кулинария придумана очень давно мы просто где-то как-то модернизируем пытаемся украсить облегчить и еще что-то делать поэтому сейчас буду готовить суп у меня брокколи и шпинат сколько это по весу я не знаю сейчас посмотрю все это заморозка вот шпинат шайбы так 210 грамм шпината брокколи наша садовая еще того года заморозка так и 200 грамм получилось у меня брокколи водичку которая разморозилась я тоже сюда солью на картофелина я ее больше даже наверно для густоты делаю я порежу и мелко кто-то может загущать крахмалом мне это не очень нравится я лучше использую картошку кто-то загущает знаете вот картофельное пюре как сухое картофельное пюре очень многие им загущают ну я как бы от картошечка тела картофельное пюре в тесто люблю добавлять тесто интересное получается здесь я картошечку просто так картофель жидкости налью чтоб только чуть-чуть скрыла потому что у нас это будет суп пюре вот у меня получается 250 миллилитров супница у меня не знаю даже показывала ее или нет на видео то есть у меня моя супница смайл нет это вот это смайла то хочет туда же я не помню как у меня была супница она служила мне очень много лет и мне очень жаль что она у меня сломалась там что-то с мотором он чуть не крутит и я вынуждена была купить вот эту новую потому что я привыкла именно вот такой модели к верхнему ножу мне это очень удобно я варю морсы в ней варю супы то есть но это реально для меня удобно если я встречу в продаже вот ту которого мне была с таким металлическим стаканом большим то я ее обязательно куплю она была мне крайне удобно здесь немножко какой-то нюанс такой вот сушки прилипает у меня пригорает но но пользуюсь пока пользуюсь потому что это удобно данным блендером я пользуюсь именно без картофеля там горошек зеленый это больше как бы для сыроедения то есть здесь нет кипячения нагрев идет супа а кипячения нет именно на в гемлюковском поэтому сейчас я ставлю суп пюре программа длится минут 35 это сварится я туда добавлю все все что хотела то есть все специи все это сделаю а пока пока я буду выпекать тарталетки тарталетки буду выпекать вот в такой фритюрнице это у меня средняя есть еще меньше и в большой фритюрнице то есть вот такого плана тесто я уже сказала какое мне тесто на пиццу 330 грамм муки 225 грамм воды 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка сухих дрожжей 4 5 ложечек растительного оливкового или любого другого масла кокосовое какое вы используете у меня сегодня была оливковая и хлебопечка 20 минут на пельменях или 45 минут на пицце можно замесить вручную но при наличии хлебопечки естественно я не буду мешать вручную то есть будем облегчать процессы жизнедеятельности своей так скажем кто то что то делает мы в этот момент делаем занимаемся другими делами или хотя бы книжку можно почитать в общем все это делается тарталетки начинаю делать тесто вот он мое тесто я буду тесто укладывать холодные тарталетницы не в горячие а в холодные чтобы она у меня как бы росло по мере нагревания не хочу если сразу горячего что ну прям так скукожится использовать буду масло чуть-чуть буквально капельку то есть много теста брать не надо она естественно с дрожжами она будет расти тарталетки я уж такие делала я уже даже по моему показывала такое тесто я думаю что классно будет еще и с этим сделать как вас зовут славашом с тонким тоже думаю для супа вообще тоже здорово подойдет для салата конечно лаваш вообще классно из этого из бородинского хлеба кстати тоже я уже показывал тарталетки из хлеба поэтому это уже было вот это я не помню тесто заварной а это слоеное тесто точное дело песочное вы четко в этих тарталетках очень удобно здесь будет обычное обычное хлебное тесто вот так вот мы смазываем закрываем защелкивать не будем потому что она будет расти я боюсь что может сорвать даже защелку здесь большой такой стопарик так вот на тарталетки расти можно скалкой можно просто растягивая только равномерно постарайтесь я прям вот так вот в чаше и закрывать здесь на защелку защелкнется здесь потому что толщина тарталетки такая довольно таки большая и ставлю выпекаться до готовности тарталеток я сейчас уберу со стола чтобы они мне не мешались уберу в другое место и до готовности как все будет готово имеют тарталетки я покажу супчик тоже покажу как он будет сбиваться нет не покажу как его покажут я открою перестанет сбиваться вот такие маленькие тарталетки это большая тарталетка супчик у нас слышите кипит ну как кипит закипает слышите бурлет здесь написано не знаю видно нет там суп пюре суп смузи измельчитель очень удобная агрегатика процессе варки я отключила решила не именно никак не суп пюре чтобы добавить пока у меня готовится я добавлю вот эту приправу как смесь специи для супа она идет универсальная на рынке покупаю вот чайная ложечка сейчас же я и соли добавлю сразу соль у меня адыгейская тоже где-то так чайную ложечку добавлю перчика сразу все включаю включу измельчение буквально ну на минуточку потому что все замороженное естественно там уже все практически такое проваренное потому что уже кипит закипает очень быстро какая мощность здесь я не помню но закипает очень быстро то есть там уже практически пюре нам нужно только что прозварилась картошка сейчас я опять включаю на суп жду минут наверное 10 потом опять измельчение с добавлением уже сыра будет здесь сыр у меня творожный где-то грамм 90-100 вот таким образом можно плавленый который сыр в ванночках идет он еще интереснее еще вкуснее ну нет у меня его сейчас поэтому будет творожный типа филадельфии и принципе все потом потом в разольем тарталет очки пекутся потом все это по тарталет очкам разольем и вуаля обед готов ждем пока готовится суп тарталетки уже испеклись эти тарталетки я делала утром до того как я как бы снимала видео это тарталет очки того же самого хлебного теста более так скажем большая тарталетка помягче эти тарталетки конечно посуше хлебные здесь наши тарталет очки испеклись я их не не такие зажаристые сделала но все равно не чуть посуше будут вот такие тарталет очки то есть очень удобно это все приготовить заранее пожалуйста вот они это средний тарталетки выпекались они наверное минут 10 даже меньше так это тарталетницу убираем это средняя тарталет очка еще раз повторюсь и это более самая крупная тарталет очка вот такая вот она вот это две тарелочки хлебных тоже убираем тоже выпекалась минут 10 не более того сейчас я вам покажу как они внутри сидят верну на место покажу поближе мне сказали что очень мало крупных кадров и ничего не видно сейчас я покажу крупные кадры вот так они сидели здесь так вот тарталет очки сидят тут и вот эта большая тарталетка сидит тут эту тарталет очку я испекла до того как снимала видео вот она ведь какая назвать ее мягкой я конечно не назову вот эта тарталет очка но они такие ну сухонький так скажем сейчас я попробую вероятнее всего даже нет нужды использовать именно дрожжевое тесто скорее всего можно использовать обычное типа теста пельменного то есть без дрожжей но но нужно попробовать поэтому сейчас попробуем скажем опять же я думаю от супа она может как бы ну размякнуть и стать более мягкой по крайней мере вот мы кушали там в этом кафе да она жестковатая вот это вот вот это вот краюшечка этот краюшечка жестковатая ее и желание отрезать а потом здесь вот она как бы размокает не знаю сейчас посмотрим у меня укропчик кинза листик руколы и зеленый лук принципе это все можно как посыпать как украшение пусть будет я сначала хотела это туда вовнутрь но нет я это вот так измельчу очень мелко 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 это все свеженько это все со своего огорода нас уже огурчики пошли несмотря на нашу погоду правда тепличный вариант но однако же однако же без теплицы в нашем регионе наверное навряд ли что вырастет так откроем вот видите вот оно вот вот оно такое пюре сейчас я покажу вам покажу сейчас покажу обязательно стряхну насвинячила немножечко ну может кому-то масса не понравится о этом ничего не видно 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 вот такая зеленая масса кому-то это не понравится но это вкусно поверьте суп пюре это вкусно я вам показала ту единую массу зеленую сейчас у нас пойдет вот сюда сыр творожный это мы все взбиваем то есть на измельчение слышите на шумит микрофон возможно сейчас даже будет треск в микрофоне потому что я держу измельчитель измельчение работает только когда держишь нажимаешь на эту кнопку вот получается единая масса кто не любит суп и пюре кто не любит их внешний вид могут сказать фу какая гадость это вкусно так можно посыпать семечками тыквенными семечками семечками подсолнечника хоть вот хоть чем зеленью копченый бекон сюда можно пожаренный паприка мне нравится оливковое масло просто полить оливковое масло так еще буквально на минут пять проварим и начну разливать вот наши тарталетки тарталетку возьму большую и тарталетку возьму маленькую эти пока уберем суп проварился минут пять он у нас там побулькивает он до сих пор булькает вот просто булькает ай кипит даже он выстреливает у меня сейчас я это покажу не кидайтесь тапками что это некрасиво так все мы сварили я вам все показала но внешне некрасиво согласно как какая-то зеленая масса но это вкусно можно как через носик наливать можно так ну в принципе близко не обязательно это показки уже ее показала эту массу зеленую вот она это зеленая масса то вот суп пюре такая небольшая порция скажем вот здесь вот достаточно у кого детки возможно плохо кушают это будет им интересно да и взрослым тоже это будет интересно мы можем посыпать вот так вот зеленью вот так вот можем добавить семечек можем добавить арахиса это будет один вариант здесь у меня копченая паприка очень интересная приправа очень интересная приправа очень вкусно с ней хумус есть принципе даже вкусно добавлять в плов она ну интересно своим запахом вот наверное многовато ну ничего мне нравится именно этот вариант и чуть-чуть буквально капельку оливкового масла здесь вот возьмем щепотку где больше кинзы и рукколы сюда орешки уже не пойдут для этого маленькую ложечку сюда подойдет и азиатская ложка это быстро вкусно полезно кто-то скажет некрасиво но мне красиво всем всем пока пока до новых встреч хорошей погоды хорошего настроения здоровья берегите себя и своих близких всем пока пока может не как я пробую стаканчик размягчается вот сейчас я ложечкой дно трогаю но становится мягче вкусно тесто то есть я думала на прям засохнет и будет такой ну это от меня привет забыла как же на нас называется то суп стаканчиков в общем вот это кафе суп стаканчиков вот это вот а лаверды от меня им привет вчера мы у них ели подобные супы было вкусно но они не используют ложку а мы уже используем ложку всем челябинцам все же я рекомендую туда сходить это на самом деле интересный формат всем пока пока он называется суп культур да а 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